У вас вечеринка, а закуска кончилась, и вы просите подругу что-нибудь купить. «Эй, можешь сходить в магазин и купить какой-нибудь еды?» Она отвечает «Что именно?» Вы говорите «Ну типа чипсы или что-нибудь такое, у нас все закончилось». Она отвечает «Сколько упаковок чипсов взять?» И у вас немного начинает скипать мозг. «Да я не знаю, штук пять!» «А какие чипсы?» И вы так глазами делаете и отвечаете «А, забудь!» Или решаете идти до конца и объясняете подробно задачу. «Возьми пять средних пакетов картофельных чипсов со вкусом бекона». Десять минут спустя она возвращается с пустыми руками и говорит «У них не было таких чипсов в пакетах среднего размера». О программистах есть определенные стереотипы, и то, что они могут быть слишком конкретными и чересчур дотошными – один из них. Многие думают, что такие люди хорошо разбираются в математике или что-нибудь такое. В реальности все намного сложнее. Не существует двух типов людей. Спектр типов личности буквально бесконечен. И для некоторых людей программирование немного более органично, потому что компьютеры абсолютно конкретные и абсурдно однозначные. Это совершенно не значит, что, если вы считаете, что у вас не математический слад ума, то вы не сможете стать хорошим разработчиком. Это значит только, что вам нужно научиться лучше распознавать и понимать, как именно работают компьютеры. Такой способ поведения компьютеров ведет ко множеству ошибок. Если вы наберете console,log вместо console.log, JavaScript скажет «понятия не имею, что ты имел в виду». Вы будете делать ошибки, и ваши программы будут содержать ошибки. Жизнь – она такая. Любой программист делает ошибки, и это не имеет особого значения. Значение имеет только то, как вы потом с ними справляетесь. Исправление ошибок – важный навык. Это делает программирование непохожим на другие типы работ. Ошибки неизбежны, вы не можете от них полностью застраховаться. А исправление ошибок – часть вашей работы. Ошибки вроде «запятая вместо точки» – это тип, который проще всего заметить и исправить. Это синтаксическая ошибка, потому что неверный символ, как «запятая» в этом случае, нарушает синтаксические правила языка. Когда вы запускаете код с такой ошибкой, интерпретатор JavaScript – та штука, которая исполняет JavaScript программы, пожалуется. Syntax error – и укажет вам на то место, где, по его мнению, есть проблема. Вот, например, это определение функции, и в конце лишняя скобка. Ее там быть не должно, и это ломает всю программу, поэтому JavaScript жалуется. Syntax error – unexpected token. Это скобка unexpected – неожиданная. Синтаксическая ошибка – это как если кто-то бредит вслух. Никто вокруг ничего не понимает. Следующий тип ошибки подобен синтаксической, но в этом случае вы нарушаете не законы синтаксиса языка, а как бы законы синтаксиса собственного кода. В прошлый раз мы создали функцию abs, которая возвращала абсолютное значение числа. Если вы вызовете ads вместо abs, интерпретатор JavaScript пожалуется. Reference error – ads is not defined. Вы использовали, как вам кажется, существующее название, но на самом деле такого названия нет. Несколько строк, которые следуют после указания ошибки, могут смутить и оттолкнуть вас, но они тут только для пользы. Это stacktrace – последовательность вызова функции, которая привела к ошибке. Когда вы запускаете свою программу, даже крошечную, она становится частью чего-то более крупного, сложной системой JavaScript кода, который приводится в действие, чтобы оживить вашу программу. Тут видно, что проблема была в моем файле. Следующая строка – это место, откуда был вызван мой код. Третья строка – откуда была вызвана вторая, и в таком духе можно продолжать дальше. Это как отслеживать шаги в обратном направлении. Проблема есть, и мы можем возвращаться по одному шагу назад и смотреть, не нашлась ли ошибка. Мы допускаем, что вся эта внутренняя система исправно работает, поэтому ошибка в нашем коде. Когда одна из ваших функций вызывает другую, вы увидите эту последовательность вызовов в stacktrace. ReferenceError может случиться с другими константами. Например, если ваш код содержит 10 умножить на π, а π не существует, потому что вы не создавали константу с точно таким названием, вы получите ReferenceError. ReferenceError – это как называть кого-то чужим именем. Следующий тип ошибки – когда вы путаете одну вещь с другой. Взгляните на этот код. Сначала мы создали константу. Помните, это как давать чему-то название. В нашем случае числу 12 дается название length. В следующей строке мы вызываем функцию length и передаем ей аргумент – число 54. Но подождите. Length – это не функция. Это всего лишь число. Числа – это не функции, не ящики, которые производят какие-то действия. И JavaScript пожалуется именно на это. Это ошибка типизации. Тип объекта, который вы использовали, неверный. Интерпретатор JavaScript не скажет, чем что-то является, но точно скажет, чем оно не является. Length – это не функция. Ошибка типизации – это как просить кошку постирать белье. Возможно, вы хотели попросить об этом вашего друга. Все эти ошибки – syntax error, reference error и type error – возникают из-за использования неправильных слов. И все они предельно очевидные. Вы видите сообщение об ошибке и достаточно хорошо понимаете, в чем проблема. Обычно сразу понятно, как их исправить. Синтаксическая ошибка – заменить, удалить или добавить символы. Часто проблема в скобках и кавычках. Открытые скобки и открытые кавычки должны быть закрыты. Reference error – проверить, существует ли тот объект, на который вы ссылаетесь. Возможно, вы использовали неправильное название или забыли создать его. Ошибка типизации – убедиться, что вы используете объекты верно. Часто проблема – простая путаница. Вы создали и числовую константу, и функцию, а потом пытаетесь вызвать число. Наверное, вы хотели вызвать функцию. Последний тип ошибки, о котором мы сегодня поговорим – самый злой. Логическая ошибка. Допустим, мы пишем функцию, которая конвертирует градусы по Фаренгейту в градусы по Цельсию. Чтобы сконвертировать температуру таким образом, нам нужно вычесть 32 и умножить на 5 девятых. Например, 50 градусов по Фаренгейту минус 32 умножить на 5 девятых равно 10 градусов по Цельсию. Вроде выглядит нормально. Давайте запустим эту функцию, сконвертируем 50 градусов и выведем на экран. И у нас получилось 32.22222, не 10. Что произошло? JavaScript не пожаловался, когда код запустился, никаких ошибок не выскакивало. Компьютер не знает, что нам нужно, поэтому он производит вычисление, как мы его и просили. Но такое вычисление ошибочно. Допустили ошибку мы. Нам нужно вначале вычесть 32, а потом умножить это на 5 девятых. Но мы не использовали скобки, поэтому 32 вначале умножилось на 5 девятых, а затем результат был отнят от температуры в Фаренгейтах. Это логическая ошибка. Мы не нарушили никаких правил, мы просто сделали что-то не то. Наш пример был простым. Мы написали функцию, запустили ее и увидели неверный результат. Но представьте, что функция — это только маленькая частица крупной системы. Приложение для формирования бюджета в огромной организации отправляет отчет в главную бухгалтерию, что в следующем месяце для оплаты счета за электричество требуются дополнительные 300 тысяч долларов. Организуется экстренное собрание, увольняет людей, генеральный директор снова уходит в запой. Что случилось? Иногда обнаружить проблему может оказаться трудной задачей. Система кондиционирования ожидает, что январская температура будет 32 градуса по Цельсию вместо 10, потому что кто-то забыл поставить скобки функции. Борьба с логическими ошибками — это целиком ваша ответственность. И временами тяжелая работа, но в конце приходит сильное облегчение и удовлетворение. А, так вот в чем была проблема. Теперь ваша очередь делать ошибки. Выполните тест и упражнения, чтобы ощутить боль.